Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетс, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает крайне насыщенный день на макроэкономические события, причем релизы будут практически по всем странам и валютам, которые стоят за ними. То есть будет на что обратить внимание и зачем последить. Во-первых, в 6.00 по GMT ждем отчет по рынку труда Англии. Далее в диапазоне с 7.30 до 8 выйдет блок макроэкономической статистики из Европы, где нашему вниманию будут представлены данные по индексам производственной активности в целом еврозоны и основных стран валютного блока. Также аналогичная статистика нас ожидает плохо в сфере услуг. После этого в 8.30 по GMT будем анализировать статистику по активности в сфере услуг Англии. Это важный компонент общего состояния британской экономики, тем более, что на сферу услуг, как правило, приходится больше 80% экономического роста. Ну, в контексте Англии это утверждение точно справедливо. И под закрытие торговой сессии в 13.45 по GMT ждем индекс активности PMI производственного сектора и сферы услуга по США. Я бы не сказал, что эта статистика имеет какое-то принципиальное значение для американской экономики, потому что более объективными являются показатели индексов АСМ. Но для общего понимания ситуации будет не лишним посмотреть и на эту статистику. И прямо под закрытие торговой сессии под конец дня еще будет отчет от Американского Института нефти по запасам. Данные по запасам и фактах снижения на прошлой неделе оказали локальную поддержку ценам на нефть, котировкам Brent и WTI. Сейчас, когда геополитический фон несколько стабилизировался и, слава богу, мы не получали в последний день плохих новостей, которые связаны с арабо-израильским конфликтом, я допускаю, что рынок может сместить фокусы внимание на другие вводные и первопричины, которые ранее разгоняли бычья ралли. Это ограничение предложения на фоне действий Саудовской Аравии России и статистика по запасам США, которая указывает на то, что спрос на американском рынке остается на очень высоких значениях. Давайте по порядку. Индекс доллара 105.25. Коррекция развивается уже четвертый день подряд. Но не то, чтобы прям она совсем сейчас настолько опасна, чтобы мы задумывались о том, что, может быть, нам стоит изменить точку зрения и пересмотреть свои ожидания касательно американского доллара. Нужно, друзья, понимать то, что 10-летний отреджейс по-прежнему остается на очень высоких значениях рядом с сопротивлением 5%. Текущие уровни 4,85%. Геополитика, ну как ни корути, она никуда не делась. Поэтому на таких условиях лично я не могу позволить себе оптимистично смотреться на рисковые инструменты. Техническая коррекция, как правило, не имеет ничего общего с фундаментальным фоном. Фундаментальный фон по-прежнему располагает к тому, чтобы трейдеры удерживали большую часть своего капитала в защитных инструментах. И сам факт того, что золото сейчас остается в районе 1980 долларов за тройскую унцию, чуть ниже, доказывает то, что на рынке все-таки достаточно сейчас страхов, из-за которых трейдеры паркуют значительную часть своих капиталов по-прежнему на рынке драгоценных металлов. Что касается другого фундаментального фона по штатам, напомню последнее заявление главы американского регулятора Джерома Паула, который подтвердил то, что очень важно сейчас сохранять и по-прежнему проводить ограничительную монетарную политику из-за крайне высокой инфляции и сохраняющегося прогресса на американском рынке труда. В ходе прошлого брифинга, да и на вчерашнем вебинаре, я очень детально и много делал акцента на ситуацию действительно на рынке труда, для чего стоит только последний отчет по перечным заявкам на пособие по безработице. Поэтому, на мой взгляд, комментарии Паула были весьма однозначны. Они по-прежнему сохраняют возможность увидеть нам еще одно повышение ключевой процентной ставки в США. Политическая неопределенность в Штатах тоже никуда не делась. Целых 9 кандидатов сейчас пробуют, скажем так, на должность спикера. Вчера их кандидатуры обсуждали непосредственно в Конгрессе, сегодня-завтра будет голосование. Но хочу заранее сказать, что кто бы, скорее всего, не пришел к власти и не оказался на позиции лидера Палаты представителей республиканцев, по сути, это будет жесткий переговорщик, который не пойдет уже открыто на компромисс с демократами. Поэтому, когда мы с вами вернемся к обсуждению вопроса государственного бюджета, вероятность шатдауна останется на очень высоком уровне. В целом, по индексу доллара я сохраняю обычный настрой, считаю, что после коррекционной динамики, даже допускаю, что она может продлиться вплоть до следующего заседания Федрезерва, оно состоится 1 ноября. Но в конечном счете покупатели окажутся сильнее. Золото 1977 долларов за тройскую унцию. Только что отметил, что интерес к защитным инструментам продолжает преобладать и какой-то коррекции мы не видим. Я в этих сделках пока не участвую по рынку драгоценных металлов. Американский фондовый рынок 4250 пунктов по S&P. Цели ожидания дальнейшего снижения остаются актуальны. Я верю в тест поддержки 4000 пунктов и считаю, что в тех условиях, которые я озвучил, касательно перспектив доллара и общего новостного фонда, у американского фондового рынка нету сейчас задела либо основания для развития обычной динамики. Доллар иена, друзья, 149.60. Так мы и не сделали цель 150 пунктов, хотя были фактически в полпункте от данного целевого ориентира. Ну, что уж тут поделать, есть то, что есть. Откатились сейчас на 40 пунктов. Я по-прежнему полон энтузиазма увидеть еще одну активную волну покупок. И она уже будет способствовать того, чтобы пара оказалась на данном рубеже. Я не верю в то, что пару очень просто пустят дальше, исходя из высокой вероятности валютных интервенций. Но нам, собственно, дальнейшее восходящее движение и не нужно. Европейская валюта против доллара 1.06.82. Последний отчет немецкого федерального банка подтвердил то, что экономика Германии в третьем квартале снова покажет снижение, которое уже будет четвертый квартал подряд. Но мы в этом не сомневались. Ранее было очень много оценок от инвестбанков, которые прогнозировали рецессию затяжную в Германии. Она, собственно, реализуется. Основная причина – это высокая инфляция и удручающее положение промышленного сектора. Сегодня ждем индексы активности производственного сектора и сферы услуг Германии, еврозоны и еще других европейских экономик, которые для общей картины тоже могут дать нам вводные для размышления. Индексы в целом остаются ниже 50, то есть в зоне спада. Я уверен, что за прошлый отчетный период картина не изменилась, поэтому в целом не жду то, что сегодня статистика сможет оказать поддержку главному валютному риску. И британская валюта 1,2263. Ждем также развития нисходящей динамики, потому что текущий новостной фон, каждый отчет – это удар по британской экономике. Вспомните последние данные по роничным продажам, которые в месячном выражении снизились на 0,9%, к данному выражению спад на 1%. Сегодня ждем данные по рынку труда. И по прогнозам еще один утручающий показатель. За прошлый месяц занятость снизилась почти на 200 тысяч. Напомню, что два месяца назад занятость также просела более чем на 200 тысяч, на 208 тысяч, если мне не изменяет память. Поэтому проблемы на рынке труда сохраняются. Добавим сюда крайне высокую инфляцию. Мы в этом убедились на прошлой неделе, когда вышли данные по индексу потребительских цен. И здесь рецессия еще более, на мой взгляд, глубокая, чем в Германии. И со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для британской экономики. После того, как спекулятивные покупки сейчас на основе технического анализа, преимущественно по доллару, останутся позади, американская валюта напомнит всем, кто остается лидером на рынке и, соответственно, тоже давление на рисковый инструмент. Остается только ждать. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.